девочки мальчики ну что я вас приветствую в основных пространствах нейровидимы сегодня снова будет у нас тема на саморазвитие на саморазвивашки это важно а еще зачитаю вам тема расклада про удачу как притянуть удачу свою жизнь и что собственно заставляет вас верить в то что вы неудачники наверное так да как притянуть удачу свою жизнь такое название клип бытные потому что многие же буду ждать инструкцию слушайте но если вы готовы к инструкции если пространство покажет что она для вас есть то она будет как как вариант но еще соответственно просто по большей части у меня нытики которые считают что все должны по жизни то не будет все абсолютно справедливо все абсолютно грамотно знаете как против информации сообщается для всех но кто-то что делает а тот чуть не делает от слова совсем и никто вас и но ничего не заставит делать конечно же просто мы посмотрим в какой момент как вам кажется от вас отвернулась удача и какой вернуть да не хочу ничего говорить про программу про программу лояльности все есть закопленном комментарии под этим видео вот поэтому если вы хотите больше меня больше моих знаний если вы понимаете что абсолютно справедливо что я здесь не договариваю на общих раскладах переходите туда где я договариваю и договоримся да с вами так а первый камень нежный зеленый второй камень такой темный не помню это название но камень который используется для экранирования пространства защита злых сил от вас в частности с вашими этими негативными вайбами что я ведь такой неудачник но еще один красивый желтый камень понятно даже не надо так про себя думать потому что если я буду ловить это прям в поле в пространстве то вполне возможно может случиться так что это информация на затем запечатывать в пространстве вот я уж точно не буду ничего здесь разгонять и намекать на другое просто посмотрим в какой момент вы так решили когда удачу как вам кажется отвернулась от вас и соответственно чё там за бубубу до рождается ваши головушки светлые когда вам показалось что с вами чуть не так так немножко разберемся но знаете мне кажется что на подобные расклады конечно нужные тени специально одет у меня волок тени есть правда еще одна колода англоязычные тени тоже специально но я не прорабатывала еще потому что мне что-то прям времени ни на что не хватает сейчас такая огромная библиотека на создание манифеста для вас громадное просто вот и поэтому я короче саботирую сейчас какие-то сложные метафорические карты потому что составлять нужно приоритеты но если у вас есть эти карты вы их можете дополнить например то есть мой расклад да вы можете допустим уже выложить себе метафорический карты непосредственно и докрутить ситуацию лично для себя так окей в инфобоксе время начала вашего видео время начала вашего видео давайте смотреть ну что единички я вас приветствую давайте смотреть происходящее с вами удачник вы или неудачник Как вы сами про себя думаете Удачливый ли вы человек Удачливый ли вы человек Вот сейчас, давайте В моменте здесь и сейчас В происходящем моменте вы удачливый человек Так, ну так себе Соу-соу, тройка пентаклей Говорит о том, что периодически Какие-то моменты удачи Я расцениваю, что это какой-то мэнджик Удача, волшебство по тройке пентаклей У нас есть нюансы Как мы взаимодействуем с миром И мир немножко нам отсыпает Но совсем чуть-чуть Потому что в тройке пентаклей, как мы понимаем Только-только самые первые росточки То есть мы что-то, видимо, уже выменяем в своей головушке Чтобы понимаем, что этот момент Удачливости у нас растет Тройка пентаклей, тройка кубков Хорошо, немножко буду перестраивать расклад Потому что хочется спросить А в чем именно вам везет Потому что большая сигнификация Хорошо, тройка пентаклей, тройка кубков И королева мечей Ну, знаете, ощущение, что вы как будто рационально Пытаетесь объяснить нерациональные моменты То есть мы включаем рацию То есть неудачу, астечение обстоятельств То есть смотреть, мы пытаемся по королеве мечей Это не потоковое состояние Это всегда состояние из ума Из состояния ума Понять, как работает удача Да? Как? Понять, как работает удача Знаете, мой YouTube-канал, соответственно Как это все выросло за три года Большой проект, конечно, могло бы прям вырасти В какой-то сумасшедший, огромный инфобизнес Но у меня, видимо, задача на уровне души-то не стояла Вот, многие считают удачей Да, удачей как бы чистой воды И вот почему я хочу сейчас об этом сказать Вы же знаете, да, как я на YouTube пришла Я же рассказывала Мне с психологической точки зрения Просто стало интересно Как так получается, что общий расклад сбывается для всех Я пошла туда анализировать То есть, ну, я увидела там, ну, торологов Нет, там скинули какие-то общие расклады А поскольку я тогда переживала период драмы Какой-то вообще прям идиотский абсолютно Вот Ну, мне зашло И, значит, я стала смотреть эти расклады Прямо, видимо, тоже Ну, понятно, почему зашло теперь уже, да? Уже понятно по королеве мечей А поскольку в тот момент, как я вам уже говорила Да, я достаточно успешно, как мне казалось, да? Прям прописала себя с точки зрения нейрокопирайтинга Потому что я уже прошла действительно уже изучать психолингвистику Я уже, мне было уже интересно даже Как работает заговор черная и белая магия С точки зрения психолингвистики Я пошла изучение вот этого вибрационного слоя, да? В произнесение звуков То есть вот уже тогда магия начала приходить в мою жизнь Естественно, это был только научный интерес Я на самом деле периодически могу прям в душнилу иерафанта играть Вот, может быть, поэтому я себе и партнеров для жизни Таких же душных иерафантов выбираю Ну да, вот эта душная библиотека пыльная Это все мое И вот, да, я пошла разбираться из головы, как оно работает, да? Хотя многие считают, что мой проект, это чисто мне повезло Я выстрелила и вот это все А кто-то еще из моих, значит, бывших друзей Вот, в моем родном городе были уверены еще, что я хозяйке кладбища делала подношения вообще И, собственно, почему так резко все у меня случилось и выстрелила Ну я же рассказывала, я же 10 часов в сутки работала над этим И ничего мне быстро-то, по сути, не выстрелило Просто вот как-то так случилось, да? Что мой вот контент, он зашел настолько, что вот я там просто объединю Это потом, знаете, когда я стала работать на кошках Вот меня прям проперло, но тогда сила стала открываться Потому что я получила инструменты для раскрытия силы, да? То есть, ну это изначально был научный интерес Вот, это первый вариант Это вот чистая вода первый вариант Тройка пентаклей, тройка кубков, королева мечей То есть вот по вот этой вот небольшой ремарке, отсылке Вы можете даже прям изучать значение карт Таро Что такое, если выпадает вот подобный триплет На подобные вот какие-то темы, да? Понятно, почему? Тройка пентаклей, тройка кубков, королева мечей Такой вот момент тройственности мы здесь сильно метафорически не читаем Мы читаем просто значение тройки пентаклей, тройки кубков Как работает удача? Мы пытаемся понять из головы Что вы сейчас уже понимаете для себя из головы, да? Королева мечей Да ничего не понимаете У вас вот какая-то конфликтная история Скорее всего, а вы У вас знаете такой переходный период Когда я же говорила, да? Про то, что я пошла искать ответы в магии И пошла искать ответы у шаманов Да, когда, например, у меня учебники по психологии не давали мне ответов Хотя я прекрасно понимала и знала типологии личности Причинно-следственные связи И профайлинг и прочее, прочее Вот я все это знала, любила и умела И до сих пор, собственно, иногда практикую Так, профдеформация, да? Но по пятерке мечей Мне это не дало тех ответов, которые мне нужны были Вот Не нужны были То есть мы что-то еще не понимаем, как это работает Вы понимаете? По пятерке мечей нет Поэтому сто процентов в вашей жизни есть удача В вашей жизни есть, возможно, магия Вот есть какие-то энергии, которые Знаете как? Вот вы всегда хотите, чтобы они были Но хочется научиться этим управлять Понятно, да? Хочется научиться этим управлять, да? То есть если я знаю, как это работает Я могу это включить Понимаете, когда я в манифесте говорила В приветствии этого вас Три части есть на ютюбе Я говорю, что Если мы знаем, как это работает Мы можем это включить У вас пока не включается Что вообще сами думаете относительно своей удачи? Что вы сами думаете относительно своей удачи? Ну, есть она, да? Она есть А вы понимаете, что это такое, да? Вот Знаете, что это такое для вас удача? Смотрите Ну, что для вас удача? Это коммуникации Это умение договариваться с людьми Это когда складываются Для вас лично, да? Когда складываются обстоятельства Собственно, таким образом Когда открываются дороги По тройке жезлов То есть это может быть связано с бизнесом То есть какие-то раз там Удачные встречи Вот как-то такое, да? То есть удачные Решаются какие-то коммуникационные моменты И, собственно, открывается дверь Вот это вот ваша удача Вот это ваша удача Можем ли мы сказать, что в какой-то момент Какая-то глобальная удача Она от вас отвернулась? Можем ли мы сказать так? Да нет Вы на самом деле удачливый человек Потому что такое ощущение, что прям родились под счастливой звездой Вот видите, как я прям выкрутила Вы удачливый человек А применяете ли вы эту удачливость свою? Или это для вас какая-то спонтанная история? То есть вот либо я знаю, что я удачливый, да? Либо я пытаюсь удачу притянуть Мы пытаемся найти инструменты По девятке жезлов, да? То есть мы упоро-то вот туда прям Вот хотелось бы больше Мы все копаем Мы копаем, 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 копаем Как стать более удачливым человеком? Ну для вас вот важно действительно, что все двери открываются Ну тройка жезлов Это же еще бизнесовая карта Это бизнесовый процесс Какие-то могут быть Момент расширения по карте мира, да? Так, ну что, удача вас любит? Ну вам почему-то кажется, что нет Катерка Пентаклей Паш Пентаклей Ну потому что, знаете, такое ощущение, что Как будто здесь есть потенциал на больше Вот смотрите, вы счастливчик А вы эту удачу потеряли Есть ощущение, что вы потеряли удачу Вот многие люди сейчас скажут Ань, вот сто процентов у меня был какой-то магический стяг Давайте так С вас когда-либо стягивали удачу? С вас когда-либо стягивали удачу? Пеш, ты ешь, можно даже словом стянуть Если вы как-то, да? Не с теми людьми общаетесь Стягивали когда-либо удачу? Так, король Пентаклей Влюбленные Только у вас защита на самом деле стоит У вас защита стоит, но при этом смотрите Ваш бывший, например, там, да Вот какой-то вот король Пентаклей Влюбленный, да, рыцарь мечей Кто-то вам действительно мог позавидовать Да? Вообще защита стоит Такое ощущение, что по отцовской линии, кстати Вот по отцовской линии есть ощущение, что, знаете как Как будто удача там отвернулась Как-то вот все сходило, смотри, там с рук возможно, да А тут вот что-то вот отвернулось Здесь прям вот по мужчинам фонит А что случилось у нас по рыцаре мечей? Шестерка жезлов Что отвернулось, да? Народная любовь Шестерка жезлов Королева Пентаклей Знаете как? Здесь, наверное, не столько удача отвернулась Сколько уверенность в себе И уверенность в том, что я действительно там Любимое дитя Любимая дочь своего папы И почему-то мне прям здесь фонит Любимая дочь своего папы Вот такое ощущение, что от папы как будто удача какая-то идет По роду Вот ощущение, что прям, да, тут порушилась как бы сама оценка Как мы возвращаем удачу? Такой интересный расклад получается Прям потоковый Такие вроде и глупые вопросы задаю А картинка вообще выравнивается Как вернуть удачу? Шестерка мечей Луна Понятно, что есть какой-то новый путь Этот путь не прописан на карте Совсем, да? Тут как будто совсем что-то новое должно случиться Вполне возможно, это как Смотри, это может быть новая местность Это могут быть какие-то новые отношения Откуда-то тебе нужно уйти То есть, чтобы вернуть удачу Тебе нужно перейти на какой-то следующий уровень Соответственно Я уж не буду тебя же на кладбище-то отправлять Так, перейти на следующий уровень Да, тут здесь был стяг Здесь был магический стяг Но здесь интересно, конечно Угу Ну, кстати, кладбищенский тоже мог быть Ну, ладно, это просто как бы сама по себе Колода такая, да, мрачноватая Но, опять же, если Есть возможность Нормально, грамотно себя Продиагностировать вообще На стяг удачи То да, тебе нужно, правда, это сделать Потому что ощущение, что Получается, что это как переклад какой-то, да? По двойке Пентакли Мог быть переклад Смотри С одной получается женщины На другую переклад Хорошо И получается, что вроде как у тебя Вот по восьмерке мечей Да, вот момент, когда как будто Удача отворачивается У кого-то поперло Ты видишь, да? У кого-то поперло У какой-то женщины И как, значит, мы этой женщиной Все это забираем? Вот видишь? У тебя реальность Дили Да? Как мы это забираем все? Шестерка кубков Башня Смотри Это знаешь, в чем было? Это вот как стяг удачи на личную жизнь Да? И, соответственно, когда мы провозим Вот эти все ритуалы По возвращению удачи У нее все посыпется У нее прям в любви все посыпется У нее посыпется все в семье Потому что вот у тебя что-то не очень получается А у нее, значит, все это поперло Из-за стяга удачи Да, это ворованное Действительно ворованное Но не знаю, что такое ощущение Что это как подмена судьбы может быть Потому что это очень Это детские карты Это детские карты Может быть, мать для своей дочери Что-то могла делать Что-то оператор Лисофор Ну да, да Тут подмена судьбы прям Как будто ты понимаешь Что тебе что-то предначертано А это прям не происходит Да? Вот то, что по судьбе Оно не происходит Что мы делаем с тобой? Паш, начей Ну, смотри Здесь на самом деле Очень важно отсечь Вот это состояние морока Потому что в мороке То есть рассеять этот туман Относительно себя Потому что такое ощущение Что ты прям по кругу Ходишь, ходишь, ходишь Так Ну и что там То, что ты ходишь по кругу У тебя прям как кто-то Вот прям мешает выйти на свой путь Прям мешает выйти на свой путь Что сделать, чтобы выйти на свой путь? И мне Знаешь, как Как будто ты сама должна с этим справиться Видишь, мне не дают говорить Потому что меня тоже путают Путают Вот это ощущение Морока сильно идет На морочке Говорить вообще не дают Ну, знаешь ли Сейчас мы змей на них выпустим На этих всех тварей Сейчас мы выпустим на них змей Как вернуть всю дачу? Вот у меня ощущение Что сейчас прям Геката выйдет на связь И просто такое устроит Король мечей Так, отшельник, король мечей Смешку мечей Сейчас Смотри, такое ощущение Что тебя какой-то бывший Как будто перекрыл Да? Все же Может он к женщине обращался Потому что я прям вижу Женскую энергию на стяг Я женскую энергию вижу на стяг Может он просто кому-то, знаешь Обращался там Какой-нибудь недоведенье А она там дотянула еще на себя Что-то увидела Прям что-то хорошее Да, в себе Ну смотри Вот делал мужчина Вообще Через какую-то женщину Которую вероятно Что-то еще добрать И себе там захотела Вот так вот мне Показывают кошки Возвращай, пожалуйста Свои права Возвращай, пожалуйста Свои права Потому что тут еще ощущение Что прям что-то, знаешь Это родовое, короче Идет на стяг удачи Может какие-то Прошлые воплощения Потому что это, знаешь Как не первичная история Это уже было И это, собственно Как Как по кругу, да Ты видела Такой момент цикличности Что Это как кармическая Какая-то история С этим стягом удачи Что ты тут С кого-то что-то Стягивала Не знаю Клесница Десятка жезлов Страшный суд Ты как будто Везешь кого-то Да Кто-то получается На твою удачу Выезжает Ты везешь Кого-то Там как Как эти Как подковы К тебе прибиты Жук Ощущение Вот Ну я знаю Что мы справимся Вот знаешь Вот Часто, кстати Даже в манифест И во все эти Проживания арканов Приходят Потому что понимают Что Там, собственно Спрятан магический путь И про возвращение силы Своей И про звездюлей Вот этим всем Товарищам Я бы могла бы сказать Очень жестко Но нельзя Поэтому может быть Тебе надо На отстаивание себя На отстаивание своих прав На возвращение своих прав Возвращение своей удачи Получится ли вернуть Удачу у тебя Твою Ну выйдешь из состояния Соплежевания По пятерке чаш Достаточно давно Уже надо Да Но эти карты Перевертия Как будто Не дают Это сделать Не дают Это сделать Поэтому да Это сложный путь Но Все реально Такая позиция Двоечки Ну что Я вас приветствую Давайте смотреть Происходящее с вами Что с вашей удачей происходит Как вы себя считаете Человеком удачи? Или не очень? Считаете ли вы себя Человеком удачи? Девятка Пентакли Умеренность Ну вот По идее Да Должны Сейчас посмотрим Нет Да Восьмерка мечей То есть Вот Здесь явно Да Мы видим Что удача от нас Отвернулась Восьмерка мечей Карта мира Вот мы как В темнице Как в каком-то Колодце сидим И мы возможно Хотим какую-то Удачу Чтобы Вдруг Как в сказке Скрипнула дверь И нас освободили Например Карта мира Король мечей А нас как будто Кто-то держит В клетке Или кто-то держит В клетке Нашу удачу Что с вашей удачей Что с вашей удачей Сейчас Ну нет ее Да По тройке мечей Плачем Ощущение Что ее Либо забирает Либо Мне как-то не везет Да Тройка мечей Пятерка жезлов Чего сердечко-то болит Расскажи Что за сердечные раны Не везет в любви Или что Давай Где Как тебе кажется Конкретно В какой сфере У тебя нет удачи Где В какой сфере Конкретно Нет удачи Как можно Ты сама себе Запрещаешь Иметь Эту удачу В этой сфере Может быть Правда Там есть Какие-то Негативные Опять же Моменты Магические Психологические В какой сфере Нет удачи Пятерка мечей Пятерка мечей А восьмерка кубков Не получается Уйти в новые Не получаются Какие-то новые энергии Нет взаимодействия С новыми людьми Новыми возможностями Как будто Смотри Прилетел какой-то Дракон И сжег Твою деревню И ты на пепелище Сидишь Для некоторых Это прям будет Проигрываться Буквально Если мы Рассматриваем Ситуации Когда вы Вынужденно Находитесь Да Словно В бегстве Из мест Где сейчас Находиться Небезопасно Да Видим Как будто Что-то прилетает И что-то разрушается И здесь Вот эта Ассоциация Восьмерка кубков И кладбище Она Может быть Правда Буквально Потому что Вы правда Могли кого-то Потерять И Как уход Да Уход должен состояться В новой реальности А вы не можете уйти Так С чем еще связано Что у нас там происходит Деньги Где у нас еще Удача Деньги Королевой мечей А работа Да Работа Что-то не случается Здесь Та работа Которая нужна Как вот Не происходит Такое Знаешь Что я могу Почувствовать Своё место Под солнцем Дальше еще Это касается Того Например Что Это развод И здесь Мужчина Не оставляет Тебе нормального Должного Содержания Даже если Ты совместно Нажитая К примеру Или ты В общем Имеешь на это Право Да То есть Вот здесь Вот удачи Нет Не складывается Как-то Удачное Обстоятельство Здесь Знаешь Не то Что это Прям совсем Потерянная Удача Это то Что обстоятельства Удачно Не складываются Да В том Дель В который Ты задумала А что Вообще Для тебя Удача Давай Что ты Считаешь Своей Удачей Это О чем Для тебя Что ты Считаешь Своей Удачей Знаешь Это вот Какое-то Интеллектуальное Партнерство Может быть Это Для тебя Удача Это отношение С равным Тебе Человеком С равным Равным Пойнти Неинтеллектуальной Возможности Все-таки Паш Мичей Это В первую очередь Некий момент Студенчества Обучения Что у нас Еще Считаешь Своей Удачей Да А что Еще Считаешь Своей Удачей Глубокое Взаимопонимание Как раз Вот этих Внутренних Процессов Так Что Тебя Еще Удача Ну Знаешь Как удачу Найти Партнера Соратника Подруг Окружения Которое Тебе Будет Помогать Двигаться К цели То есть Вот Изначально Твои Принципы Удачи Тебе Вроде Как С этим Должна Вести Везет Либо Факту Да Везет Либо Факту Сейчас Что я думаю Что нет Да Там Тройка Мечей Была В момент Какое-то Разочарование Все же Наступил Дьявол Тройка Жезлов Да Вообще На самом деле Везет Ну Ощущение Зацикленности Может присутствовать Но В принципе Вот эта Вот вся История Если она Связана С твоей Удач Она вполне Достижима Да Дьявол Как бы Тройка Жезлов В какой Сфере Сейчас Для вас Удача Наиболее Вероятно В какой Сфере Удача Наиболее Вероятно Король Кубков Десятка Жезлов Ну Вот смотри В принципе Это любовная Сфера Но Опять же Десятка Жезлов Подразумевает Что был Какой-то Очень Негативный Опыт И вам Кажется Что вы Там Потеряли Удачу Да Давай Кажется Десятка Кажется пятерка пентаклей нет это не говорит про потери удачи это как тебе кажется да что я же такая продуманная же вот это все собственно создавала да а что же у меня сейчас не получается до десятка мечей и пятерка пентаклей это нехватка денег может быть нехватка ресурсов потому что ну знаете как раньше было больше и удачи и ресурсов там и денег да потому что собственно королева пентаклей а сейчас на что-то у нас идет нехватка ресурсов и нам очень хочется удачи нам очень хочется стечении удачных обстоятельств потому что мы как будто на своих ресурсах которые сейчас мы не вывозим окей возможно ли здесь течение удачных обстоятельств вот здесь важно что одна дорога разрушена у нас так солнце белая карта да а возможно но только вы не знаете что это такое потому что с точки зрения высшей сил белая карта это прям пути вообще не указаны на карте но это лучшее что может быть для вас да потому что высший сил горит подожди потерпи короче смотрите здесь нет потерянной удачи здесь просто слишком мы полагаемся на себя во всем да и на вот почему-то кажется айв не везет айв не везет нет на самом деле просто высшие силы знаешь что другая цель видимо для тебя какая-то цель миссия так какой-то маме и нашка у тебя момент обнуления пути потому что путь будет абсолютно новый и скорее всего он уже начался вот давай а был какой-нибудь магический стяг удачи я просто во всем вариантом спрашиваем тебя тоже спрошу что я сильно здесь не вижу это так четверка курков ваш пентаклей знаешь как это хоть чтобы я здесь могли увидел нет здесь скорее всего знаешь не решение себе масштабировать соответственно здесь возможно отток ресурсов то отток ресурсов в какую-то болото да как будто кто-то действительно мог бросить какую-то монетку в болото я не знаю если какой-то принцип магический в этом все шестерка пентаклей семерка жезлов значит скорее всего наверняки там моменты когда эти палки в колеса да там вставляют чтобы не случилось развитие да в шестерку пентакли в а ну ты это сама же можешь делать просто делать себя меньше уменьшать себя жалеть себя да то есть сама же может и делать связано ли это с магией еще раз пятерка кубков туз кубков нет это связано скорее всего с эмоциональными потрясениями ну знаешь как если все-таки ты понимаешь что это здесь нужна магическая диагностика здесь работа с болотами то есть может быть правда что-то знаешь там фроселька там и нету шестерка мечей императором только ты знаешь вот у меня ощущение что может быть в этой ситуации тебе сейчас связывают руки чтобы ты не очень рьяно действовала вот знаешь делать вообще не в удаче дело в том что тебя нужно прямо замедлиться и понаблюдать за процессами так как тебе вернуть удачу если ты считаешь что она утрачена десятка контактный пуз жезла да не надо тебе ну она у тебя есть и все есть она у тебя ну а если уж надо пошло если прям нужно ее усилить попроси у своих родовых защитников да попроси у рода или соответственно у тех сущностей там божественно с кем ты сотрудничаешь вот такая позиция троечки третий вариант я вас приветствую давайте смотреть происходящее с вами посмотрим насколько вы удачливая птица как вы сами считаете что с вашей удачей происходит и немножко диагностическую правность про диагностирую диагностическими манической продиагностирую был листягу был листяг так вас еще такое ощущение что тоже что-то нам подрубили крылья даку пожу мечей но не обязательно сейчас посмотрим соседнюю карту узнаете вот вот в символике вот этих двух карт здесь положительный смысл потому что все-таки если вам кто-то не выбивает табуреточку то вполне возможно вам рубит веревку чтобы состояние повешенного перешло к состоянии каких-то действий да потому что слишком долгое ожидание слишком долгое вынашивание вот знаете когда вот про ребенка например говорят что он переношенный что-то не случается что-то не может выйти на свет да как вот бесконечное ожидание в каком-то состоянии бесконечного ждуна и может быть это синдром отложенной жизни то есть мы ждем что когда-то вот у нас что-то случится да чё по факту с вашей удачей я когда-то значит верну удачу или когда-то я буду удачливым человеком сейчас мне сильно она видимо не нужна да что по факту с вашей удачей происходит король жезлов четверка пентаклей да у вас есть удача но такое ощущение что вы как будто ее откладываете на какой-то вы знаете иной момент что нам сейчас не нужна совсем да то есть как будто вот ничего не происходит из того для чего нужна удача как будто не хотите воспользоваться может быть магии удачи дали какими-то вот вот есть у вас что что вы счастливчик то что есть удача у вас но вы как будто не даете этой удаче условно до влиять на вашу жизнь да как давайте вот эта удача влияет на вашу жизнь вот смотрите у вас на самом деле а есть видимо дар на создавать удачные обстоятельства для других людей но эта энергия не работает на вас да то есть вам для себя нельзя вам для себя нельзя а что для вас удачу давайте ваша удача который заложен что у вас хорошо получается делать притягивать может быть там какие-то сферы где вы удачливы когда природная диагностика на удачу вашу магия конечно вы же этот по роду магии придается да и скорее всего тоже что магия удача да вот любовная магия а может быть потенша она еще называется удача в любовной магии что у нас еще где удача ну что вот ощущение какой-то прям энергетики притягивающую удачу да где мы притягиваем удачу через свою энергетику женскую кстати мы притягиваем удачу какой сфере правда любовная капель история король пентаклей да вот как знаете как ресурсные мужчины могут быть удачи в любви соответственно да какие-то нормальные мужики на нас обращают внимание но такое ощущение что мы эту удачу получается открываем другим людям а себе то нет а себе то нет а да что с нашей удачей что с нашей удачей в этой сфере сейчас происходит другим то мы открываем и подсвечиваем а с нашей удачи что шестерка кубков королевы пентаклей суши на же прям породу передается что ты такая прям крестная фея да что вот ты сама себе можешь создать вот это удачная удачную эту историю сама себе можешь создать вот у вас такое ощущение что у вас есть какая-то реальная крестная фея которая вам помогает очень вас любит очень вас любит очень тепло к вам относится очень тепло относится и что помогает с удачей паш пентаклей четверка кубков выше может это богиня демоническая сущность не знаю да паш пентаклей четверка кубков прям видеть себя таким наш ребенком как будто знаешь вот есть кто-то кто прям помогает тебе прям раскрывает твой потенциал но это вот я не знаю может быть это талисман какой-то на может быть это правда сущность может вот вот с кем ты общаешься ты прям помогает раскрывать потенциал потому что естественно есть да здесь а на самом деле вот такое ощущение что очень много должно быть удачи ты очень классная когда ты в королеве жезлов да когда у тебя вот это вот прям яркость твоя по мизам манкость там еще что-то вот здесь вот такое ощущение что ты можешь прям притягивать удачные обстоятельства которые связаны как раз тем что вот нормальные короли пентаклей да соответственно дают тебе тузы кубков и десятку пентаклей и прочее но паш пентаклей четверка кубков это знаешь как вот ложное мнение себе да то есть вот эта вся история с королем пентаклей и тузом кубков она на тебя распространяется она тебя распространяется ну кстати да ну почему ты тогда это не берешь или ты это берешь все уже давай так все в любви везет почти очень должна вести в любви я как эта покровительница которая говорит себе вообще что тебе очень везет в любви тебе везет в любви ты удача ли в любви сейчас расскажем десятка жила в страшный суд надо уже выходить состоянии видимо до того же удачного стечения обстоятельств до какой-то удачной любви удачным встреч по страшному суду все уже как бы надо да что тебе мешает вообще что тебе мешает девятка кубков двойка пентаклей ты как будто все не разрешаешь до не разрешаешь что-то пентаклей пятерка мечей знаешь это больше какое-то накручивание себя то что ты боишься что это не твое что тебя заберут что момент конкуренции что на тебя кто-то там внимание не обратит понимаешь какие-то типа нормальные ревнуш на меня для внимания не обращают вот а давай так а был какой-нибудь магический стяг удачи на тебя магический стяг удачи царь кубков тройка жезлов это нет свинучей девяка пентаклей справедливость ну слушай а по справедливости случилось что-нибудь стянуть то звезда смерть остянуть мир нет нет смотри во первых здесь очень сильные защиты на это все да то есть как бы если кто-то что-то пытается сделать то есть это не это смотри твоя удача на самом деле это прямо от выше сил но вот тебе надо это как твое предназначение понимаешь вот твое предназначение вот поэтому как то если были какие-то попытки да смотри рыцарь мечей до девятка пентаклей справедливость вот либо ты тут зубки показываешь либо просто за тебя тут зубки показали вот звезда смерть мира иерофант это просто знаешь как как изменение миссии просто посмотри как у нас прикольно одни старше арканы это же как давно такого не было смотри справедливость звезда смерть мир иерофант представляешь еще на твою удачу ложится то есть вот эта удача сформированная как раз твоим каким-то саморазвитием понимаешь твоим собственно общением с высшими силами до твоей вот какой-то наработанные миссии кармой как хочешь духовностью и прочим да то есть по справедливости поэтому если кто-то будет там что-то пытаться забрать ну вот как бы там даже не до летального исхода а что с людьми происходит словно который пытается у тебя что-то забрать и стянуть может им это удастся нет вот смотри шестерка жилов и восьмерка мечей они постоянно же пытаются они пробуют это делать посмотри насколько перекрыто да насколько просто как говорят моя там ведьма да из украины да хотя бы срутся пусть мужик какой-то кстати пытался но ничего не получилось может пацан какой-то знаешь вот что-то это взорвался прям считая от себя вообще тут дьявол уверенность четверка мечей пытался чтобы бывшим кстати может какой-нибудь так как тебе собственно вернуть удачу твою жизнь тоже принципе грит высшие силы они у тебя ничего не забирали как тебе вернуть удачу туз пентаклей тройка мечей так что мы размораживаем сердечко все делаем по любви туз пентаклей тройка мечей туз мечей какой интересный расклад который показывает что абсолютно во все вмешиваются силы знаешь это как будто твое принятое решение не задействовать твою магическую родовую удачу принятое решение смотря почему ты не хочешь задействовать для себя почему чего-то не хочешь творить маги к себе опять же что такое шут жрица а я горит не знаю как все поняла точно самом деле смотри прям классный подбой потенциал на это все ямлет не знаю как я горит не знаю как живут а как мне будет отристили тебя дадут понять как волшебный ребенок тройка пентаклей четверка жезлов да постепенно потихоньку ты будешь действительно находить инструменты прям как будто свои тебе приходят на встречу и тебя на самом деле начинает смотри подсвечивает новый путь на обретение твоей удачи в личной жизни прям новый путь мак цветка жезлов тут еще смотри а что касается вот этой всей удачи если действительно тебе очень важно чтобы у тебя была удача в личной жизни у тебя очень сильно не проработанная конкуренции ты просто сама себя не считаешь там достойно любви там может быть здесь нужно конечно менять отношения и собственно не принимать близко к сердцу слова людей которые и значит и поведение людей да условно которые заставили тебя идти в броню королевы мечей да и соответственно поверить то что все дается трудом до семерка жезлов постоянная да чтоб то есть чтобы случилась восьмерка жезлов надо чтобы семерка жезлов было да чтобы просто прорубить через труд какой-то выход это скорее всего недостаточно потрудилась ты себе не разрешаешь давай так ты слишком много на себя берешь для того чтобы помогать другим людям притягивать удачу свою жизнь на себя просто не хватает скорее всего концентрации там каких-то практик то есть и другим людям может говорить как это все работает для себя ты не очень на этом сконцентрирована боишься ли ты большую удачу своей жизни да ты очень боишься большой удачу своей жизни приехали все почему что несет большая удача твоя жизнь когда говорят ой какая она удачливая никогда тебя саркастично говорят ну удачи тебе удачи хочется что под затыльник да давай что несет большая удача в твоей жизни дубов двойка пентакли ты боишься что она уйти может да да что ж такое то что что мне тут рисуешь почему ты себя это запрещаешь опять ой слушай знаешь что иди лесом я вот действительно выложила огромное количество карт просто чтобы приблизить тебя действительно к твоей вот этой истинной природе и когда спрашиваю что ты боишься ты опять начинаешь вот такое ощущение какой-то внутренний диалог который у тебя вообще не прекращается чё смотрела вообще чё смотрела непонятно все до нервовезьма и обидела погрызенная значит барсиком карта все взяла и закрыла информацию потому что собственно если в голове это насрано там очень сильно насрано а пятерка мечей собственно семерка чаш четверка чаш не я же буду за тобой это все убирать правда я тебя точно не магический клининг только сама головушку ну то есть здесь не про стяги какие-то здесь про запрет на на удачу запрет на удачу как вернул тебе подсказали будешь ты что-то делать я уверена в 90 процентов случаев что нет они прям говорят о том что все заканчивай просто тут человек не будет ничего делать докажи обратно все вот такая была позиция по третьему варианту с вами была я ваша нейровидима и и и Субтитры создавал DimaTorzok